Доброе утро! Бегу к ученикам, еще не до конца проснулась, но идти все равно надо. Ученика. Я злая, как черт. Во-первых, меня дети доставали. Оба, что один, что другой. Просто отвратительно на себя вели. Все нервы были. Потом я пошла в поликлинику, больше часа сидела в очереди, потому что мне надо к терапевту, чтобы забрать все свои анализы. И чтобы она мне выплатила, выплатила, выписала направление на операцию. И в итоге меня не приняли, потому что до конца приема оставалось 10 минут. И они такие, ой, приходите завтра, мы не успеем. Это я еще завтра буду буду 2 часа в очереди сидеть. Такие интересные, вот я не понимаю. Хорошо, у меня такая работа, которая позволяет мне, грубо говоря, прерваться в любой момент. Я могу в любое время пойти в эту поликлинику, передвинуть уроки, все что угодно. А если бы я была нормальным человеком, вот как бы я это все делала, то, что я делаю сейчас? Я бы 3-4 раза в неделю отпрашиваюсь на 2-5 часов, чтобы пойти в поликлинику, посидеть, и я бы сохранила при этом свою работу, что ли? Я вообще не понимаю, как это функционирует. Блин, весит, задницу поднять не могут, лишние 10 минут поработать. Я должна завтра приходить. Пришла домой, собака обрадовалась, что я пришла, расцарапала мне ногу. На полу опять грязище надо пылесосить. На кухне целая раковина не мытой посуды. Алишер забыл список для покупок и такой, а что надо было? Я даже не взял. Ну ты мне напиши смс-ка все 25 наименований, чего надо купить? Вот мне делать больше нечего. Вы что вы носитесь? Вам нечем заняться? Рекс, ты бы лучше по улице так бегала, чем тут. Дом скоро развалится. Надо готовиться к группе, Наташа, я не доделала майндкарты. Жарко еще, душно. Блин, интересно, когда погода будет, когда я буду в больнице лежать, сейчас посмотрим. В общем, работать дофига. И по дому, и просто работаю. Еще вот эта дебильная поликлиника. И сегодня мне нельзя есть после шести, потому что завтра утром у меня обследование желудка какой-то там супер-пупер. И я должна буду встать опять в восемь утра, как сегодня, прийти туда за час. То есть у меня обследование назначено на полодиннадцатого, я туда должна прийти уже полдесятого, сидеть час в очереди. Но у меня, слава богу, есть планшет, я буду сидеть с планшетом и прописывать планы уроков. Чтобы не тратить время зря. Вот. И... Потом я не знаю, но освобожусь я где-то пол первого, наверное. А в три надо на прием к этому терапевту, проще, наверное, сразу пойти... А, нет, я пол двенадцатого. Не знаю, я, короче, не знаю, за сколько часов до начала приема надо прийти к терапевту, чтобы не сидеть в очереди. Долго. Потому что вечером у меня ученики... Так. О, слава богу, в пятницу плюс семнадцать. Это хорошо. Потому что лежать в больнице после операции, когда на улице жарко, это очень-очень фигово. Угу. Ладно, буду работать, потому что у меня осталось сорок пять минут на круг подготовиться. Ах, какая я злая... Все, я уже добрый человек. Я провела трехчасовой урок со студентами своими онлайн-группой. И вот мой холостяцкий обед запоздалый. Потому что вообще мне эти врачи сказали, что сегодня мне можно есть только до шести. Потому что завтра у меня обследование желудка. Какой-то больной человек, говорят. Не знаю. Его я не боюсь, я боюсь операции. Обследование желудка меня не парит. Подумаешь, мне будет неприятно или даже не будет. Это фигня. Вот. И, короче, сейчас шесть-пятнадцать. Но я все-таки съем эту яичницу несчастную. И, не знаю, огурец, может быть, в макине или еще что-то такое. Это сойдет за легкие уже? А то я ничего нормального днём не ела. Вот. И... А ты что так сидишь? Кузя, тебе удобно так? У тебя такое лицо, как будто ты алкоголик в запое. На самом деле у него просто запой по поводу сна. Он тут так дрых. А это вообще, посмотрите на эту собаку ужасную. А что ты глазки такие строишь? В общем, начали мыть эту лестницу. И шумно стало на лестнице. Она взяла, испугалась, написала посреди комнаты. Это просто чудо собака. Я когда брала собаку, я думала, она будет бегать, прыгать и радоваться, что мы идем гулять. А это существо мечтает только лежать вот в этом уголке, потому что тут не очень страшно. Ещё с неё по-прежнему сыпется шерсть. Вот смотрите. Вот это жесть. Это я ни неделю не убиралась. Это у меня... Я вчера, да, полы не мыла. А позавчера я делала генеральную уборку. И тут клубы шерсти такие по всей комнате. Так что мыть пол буду сегодня обязательно. Так, срочно перекусить. Перекусить. Так, что ещё я такого супер важного должна вам сказать? Посуда у меня грязно-немеренно. Лишер пообещал помочь. Подождите. Я сейчас перекушу. И... Ой, слушайте, так вкусно пахнет. Мама привезла банку кофе. Настоящего. И он так пахнет. Вообще супер. Вот, я сейчас перекушу и продолжу работать. Куча всяких дел у меня сегодня. Так что я должна всё успеть. И на влоге у меня тоже должно хватить времени. Вот. Я должна сделать вчерашний... Подождите, я же вчера смонтировала, но не выложила. О, сейчас выложу, наверное. Но сначала я должна покушать. Опа. Ладно, я пошла кушать. По-моему, у меня скоро глаза от компьютера вытекут. Вообще не встаю, работаю. Я не помню, когда я в последний раз с вами разговаривала. Ну, уже много чего произошло. Сейчас пол-одиннадцатого. Блин, у меня пол-двенадцатого ещё разговор. Короче, я сижу, работаю. И мне работать я не знаю сколько. Ещё двое суток подряд. Я сейчас выкроила полчаса неведомыми силами на то, чтобы смонтировать вчерашний влог. Потому что не хочу отправлять, а то я опять начну опаздывать. Вот, вы, кстати, готовьтесь, что когда я буду в больнице, влоги либо вообще не будут выходить, либо будут выходить с задержкой, потому что понятия не имею, какой там будет интернет и в каком я буду состоянии. Так что, пардон, но я всё выложу. Вот, сейчас Алишер уже приедет домой, он выгуляет собаку, сходит в магазин. Я вообще бесполезное существо в плане домашнего хозяйства сейчас, потому что я реально не уставаю. Слишком много времени уходит на работу и поликлиники. Но я зато полы помыла. Вот, ещё позвонила мама и сказала, что бабушку госпитализировали, у неё пневмония, и там всё очень нехорошо. Поэтому я вообще безрадостная в этом плане. Вот, ну, ладно, надеюсь, всё будет хорошо. Завтра насыщенный день, первая половина дня поликлиники, вторая половина дня работы. И работы ещё очень-очень много, и мне надо всё это подготовить сегодня. Я не знаю, во сколько я лягу, потому что делать надо много. Вставать мне завтра рано, мне надо в 9.30 быть в больнице. Это значит, я должна выйти в 9.15. Это значит, я должна встать снова в 8 утра. Я после сегодняшнего подъёма в 8 утра уже сижу зевая. А что со мной будет завтра, я не знаю. Но мне завтра так надо встать. Послезавтра мне тоже придётся так рано встать, потому что ученики. И послезавтра мне придётся встать ещё раньше, потому что к 9 уже в больнице. Ладно, работа не даёт мне отчаиваться по поводу операции, потому что мне просто тупо нет. А ещё я сижу и всё время ловлю себя на мысли о том, что я хочу встать и пойти взять что-нибудь вкусненькое на кухню. Потому что я покушала бау седьмого, уже полодинства, и хочется есть. Но покушать можно будет только после обследования. Надо будет взять с собой бау еды, потому что я не собираюсь заходить домой до часов четырёх, наверное. Ладно, знаете что, я с вами сейчас попрощаюсь, потому что я боюсь потом просто забыть это сделать, у меня слишком много дел. Вот моё супер насыщенное расписание. Мы сейчас с вами находимся вот в этой отметке, вот у меня ещё дела. Завтра тут всё единым. Вот это лёгкие моменты продыха, когда я могу заниматься не какой-то определённой работой, а работой на выбор. И тут вот я завтра работаю до без пятнадцати-двенадцать. И среда с десяти утра до одиннадцати вечера. Ещё надо успеть подготовиться к больничке и потом в больнице. Я очень надеюсь, что я смогу работать в больнице, потому что потерять столько дней мне бы не хотелось. Ну ладно, всё, буду монтировать влог, влог классный, про воскресенье. Ещё второе видео успеть сделать. Ну а даже не знаю, смогу ли я его сделать. Ну надо как-то. Ладно, придумаем. Всё, хорошо. Давайте увидимся с вами завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok